Новый жилой район появится в Ростове. Инвестор планирует застроить территорию завода Пролетарский молот на локомотивный напротив ботанического сада. Об этом сообщает РБК. Сейчас пока разрабатывается проект. Власти полагают, что это позволит улучшить экологию Темирника. Напомню, сам завод был ликвидирован в апреле. Стоимость проекта оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. По данным РБК, в развитии бывшей территории завода заинтересовано сразу несколько инвесторов. Обмануть дольщиков теперь будет сложнее. Согласно федеральному закону номер 175, который вступил в силу 1 июля, застройщики смогут привлекать деньги граждан для возведения жилых домов только через эскроу-счета. Изменения в строительном законодательстве обсудили эксперты рынка. Изначально застройщик придет в банк, договорится о том, что его будут проекты финансировать на строительство определенного объекта недвижимости. Под это дело физические лица будут размещать свои денежные средства лично на эскроу-счете и получит застройщик эти денежные средства только после того, как он завершит строительство, ведет к эксплуатации этот объект. Также участники встречи обсудили результаты строительства на Дону в 2017 году. Главное достижение – объекты к Мундиалю. Большие работы проводились по подготовке к чемпионату мира. Напряжение строителей было колоссальное. Надо было и стадион подготовить, подъезды к стадиону, что было немаловажно. Левый берег благоустройки, аэропорт Платов со всеми коммуникациями, подъездами. Лидером по количеству новостроек в 2017-м в регионе остается Ростов. Всего за год в Ростовской области ввели в эксплуатацию более 2 миллионов 333 тысяч квадратных метров жилья. Строительство 1 миллиона 375 тысяч, которых выполнили индивидуальные застройщики. Во всех российских школах начнут фильтровать учеников. Процедура будет запущена с сентября. Об этом пишут известия со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой. Учителя будут осматривать детей и отправлять их домой, если обнаружат у них признаки заболевания. Процедура будет действовать всю осень и зиму. Это время подъема вирусной активности. Рубль обвалился до двухлетнего минимума. Доллар и евро накануне вечером усилили рост на фоне роста санкционных рисков. Как сообщает РИА Новости, стоимость доллара на торгах перевалила за отметку в 65 рублей, а евро за 76. Рынок нефти при этом опустился ниже 72 долларов за баррель, что добавило давление. Напомню, ситуация ухудшилась после решения США ввести новые антироссийские санкции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова